Раз, два, три В расцвете, в вашем родине моей Все края земли моей в расцвете Весь конца простор болей Светит солнышко на небе ясное Светут статы, живят поля Россия вольная, страна прекрасная Советский край, моя земля В нашей силе молодецкой Нету края ни конца Пока теперь герой народ Советский славит старинного сна Светит солнышко на небе ясное Светут статы, живят поля Россия вольная, страна прекрасная Советский край, моя земля Научно-исследовательские институты особого рода Ласково окрещенные шарашками Повелись с 1930 года Когда стали гнать косяками инженеров Первая была в Москве, в Фуркасовском переулке Там составляли проект Беломорканала Потом теплотехническое Рамзинское Опыт понравился На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе Двух больших инженеров Или двух больших ученых Начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию А на шарашке ни слава, ни деньги никому не грозят Николаю Николаевичу полстакана сметаны И Петру Петровичу полстакана сметаны Может, изобретем что-нибудь? Давайте Так создано многое в нашей науке И в этом основная идея шарашек Привезли новичков Добро пожаловать, господа, в нашу шарашку Спасибо Откуда, товарищи? Друзья, откуда? Расскажите А что это у вас на груди и на шапках? Это, это наши номера Он на плечах еще На коленях На спине На шапке Когда из лагеря забирали Спароли То есть, как номера? Так, номера вместо фамилии Нет, господа, послушайте В какое время мы живем, а? На людях номера Лев Григорьевич, вот я вас спрашиваю Это что, прогрессивно? Так, Валентуля, не генерируйте Идите завтракать Да не могу я завтракать, когда кто-то ходит где-то с номерами на лбу Тем более, что я уже позавтракал Друзья, дают Беломор По девять пачек за вторую половину декабря Имеете шанс Гулять, гулять На свежий воздух А новичков уже Лев опросит, не беспокойтесь Простите, как вас зовут? Лев Григорьевич И вы сами тоже инженер? Нет, я филолог Филолог? Тут что, и филологов держат? Вы спросите лучше, кого здесь не держат? У нас тут есть математики, физики, химики Инженеры по радио, инженеры по телефонии Конструкторы, художники, переплетчики Одного даже геолога по ошибке привезли И что он делает? Да ничего, устроился в фотолаборатории У нас даже архитектор, собственно, есть Да еще какой Домашний архитектор самого Сталина Все дачи ему построил Ничего, сидит с нами, как миленький Лев, ты выдаешь себя за материалиста А между тем, кормишь людей сплошной духовной пищей Друзья, когда вас поведут в столовую Мы там на последнем столе у кулакна Составили вам с десяток тарелок Рубайте от пуза, только не лопните Спасибо Спасибо, но зачем вы отрываете от себя? Не стоит благодарности А по сколько у вас здесь хлеба дают? Хлеба белого по 400 грамм Черный на столах Как на столах? Ну как на столах? Нарезан Хочешь бери, хочешь не бери Простите, у вас что, здесь Европа что ли? Ну почему Европа? В Европе белый хлеб на столах, а не черный Да, но за этот хлебушек, за маслице и за этот беломор мы горбим по 12-14 часов в сутки Горбите? Если за письменным столом сидите, уже не горбите Горбит тот, кто киркой машет Масло сливочное Профессорам по 40 грамм, инженерам по 20 От каждого по способности, а каждому по возможности Может я прою? Да нет, уважаемый, вы по прежнему в аду, только находитесь теперь в его лучшем, высшем круге В круге первом Лев Григорьевич, я гораздо доступнее объясню Геру профессору, что такое шарашка Читайте передовицы газеты «Правда» Так вы Потапов, работали на Днепрострове Да, я у Винтера работал, я за этот Днепрокес и сижу То есть как? А я, видите ли, продал его немцам Не прогресс, его же взорвали Ну и что, что взорвали? А я взорванный немцам и продал Позвонить или не позвонить Теперь у них Рождество На две недели каникулы Доверчивые младенцы, ослы длинноухие Сейчас звонить обязательно Или не поздно будет там В четверг, в пятницу Поздно Так мало времени обдумать, совершенно не с кем посоветоваться Неужели есть средства дознаться, кто звонил из автомата? Если говорить только по-русски Если не задерживаться, быстро уйди Неужели узнают по телефонному сдавленному голосу? Не может быть такой техники Через три-четыре дня сам полечу туда Логичнее подождать, разумнее подождать Но будет поздно Черт Шлочью я ничего не узнал Не знал, не узнал Господи, будь что будет Здравствуйте Здравствуйте И как же глупо плутать на такси и брать шоферов-свидетелей? Глупо, не глупо. У другого решения нет. Искать отдельную телефонную будку заметнее. Нужно в самой густоте. Где-нибудь у метро. Вот здесь. Прижмите, пожалуйста. Сдачи не надо. Спасибо. Только помните, ни слова по-английски, ни тем более по-французски, ни перышко, ни хвостика не оставить в щейкам. Гена, ты скоро-то? Сейчас допишу. Давай быстрее, у меня уже нога отваливается. У меня семинар завтра по истории партии. Спрашивать будут. Потерпи. Пасольство Соединенных Штатов. Здравствуйте. Это секретариат? Да. Прошу срочно соединить с послом. Посла вызвать нельзя. А вы по какому вопросу? Тогда поверенного в делах или военного Таше. Прошу вас немедлить. Хорошо. Соединяй с Таше. Слушают вас. Господин военный Таше. Господин военный Таше. Прошу вас, запишите и... Слушайте, передайте послу. Ждите момент. Я позову перевозчика. Я не могу ждать. И я не буду говорить ни с кем из советских людей. Я прошу вас, не вешайте трубку. Послушайте. А кто такой вы? Называйте вашу фамилию. Речь идет о судьбе вашей страны, и не только вашей. Послушайте. На днях в Нью-Йорке советский агент Кобль должен получить в магазине радиодеталей по адресу... Я вас плохо понимаю. Звоните в посольство Кеннедо. Там хорошо понимают русский. Послушайте. Слушаю вас. Послушайте. На днях советский агент Кобль должен получить важные технологические детали производства атомной бомбы. В магазине радиодеталей по адресу... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Генка! Аврал! Атомная бомба! Звони в оперативку. Откуда звонок? ЗВОНОК Метро Арбатская. Телефон автомат. Может еще захватит. Алло. Оперативная? Пост Б-1. Лейтенант Тюкин говорит. Звонок в американское посольство. Телефон автомат. Метро Арбатская. Конец связи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здрасте. Добрый вечер, Николай Николаевич. Здравия желаю. Добрый вечер. Одну минуту. Виктор Семенович. Что? К вам Селивановский. С ним Искалупов и Яконов. Зови. Слушаюсь. Проходите. Добрый вечер. Здравия желаю, товарищ генерал-полковник. Добрый вечер. Ты кто? Я. Нет, ты. Я? Ты объект Марфина твой, значит? Так точно. Ладно, бери стул, присаживайся. Я. В общем так. Вы мне с секретной телефонии голову морочите сколько? Два года. А по плану вам было 15 месяцев, когда будут готовы два аппарата. Только не врать. Вранье не люблю. Товарищ министр, товарищ генерал-полковник, разрешите вас заверить, что личный состав отдела не пожалеет усилий. Ты что, на собрании, что ли? Я спрашиваю, к числу, к какому. Товарищ министр, при полосе частот до 2400 герц и при среднем уровне сигнала 0,9 мегра… Херц… Ноль целых? Херц десятых? Нахрена мне твои ноль целых? Три десятых? И мне аппарат отдай. Два. И целых. Когда? Виктор Семенович, позвольте узнать, что вы имеете в виду? Двухсторонние переговоры еще без абсолютной шифрации. Ты что из меня дурочку-то строишь? Как это без шифрации? Кому нахрен нужны твои аппараты без шифрации? Двухсторонние переговоры. Здравствуйте, товарищ. Вот что, Виктор Семенович, по-моему, это задача Николая Николаевича Селивановского. Мы отдел спецтехники недаром хлебом кормим. Неужели они по магнитофонной ленте не могут узнать голоса? Разогнать их тогда. Да я их и без этого разгоню, Михаил Дмитриевич. Можешь мне поверить. Так разгоню, костей не соберут. Но что ты хочешь, я тоже не понимаю. Как можно узнать по телефону, по голосу? Так я им ленту дам. Разговор записан. Вот пусть прокручивают и сравнивают. С кем сравнивают? Да я им полминистерства иностранных дел на магнитофон запишу. Хоть сегодня. Пожалуйста. Только это лишнее. Там выбирать из пяти четырех человек, кто мог знать в министерстве. Да корисуй их предателей. Чего голову-то морочить? Страна большая и не обедняет. Нельзя, Виктор Семенович. Нельзя. Это министерство не пищепром. Так все нити растеряем. Из посольства кто-нибудь обязательно в невозвращенцы лупанет. Надо именно узнать, кто и как можно скорее. Да. Ну надо же когда-то эту технику осваивать. Селивановский, сможете? Виктор Семенович, я не понимаю, о чем речь? Виктор Семенович, какая-то сволочь, гадюка. Наверное, что дипломат, потому что неоткуда было узнать. Сегодня вечером позвонил в американское посольство из автомата. И двух наших разведчиков, таких людей, завалил там. Насчет атомной бомбы. Вот отгадай, кто? Молодчик будешь. Виктор Семенович, так это же мы можем. Ну и как в объекте? Какая лаборатория? Да на телефоном же Марфина. Ну, Марфина выполняет более важные задачи. Погоди, Николай Николаевич, говори. Там триста человек, неужели и найдем? Молодец, Фома Гуриянович. Правильно мыслишь. Государственный интерес и потом все остальное. Ну, вот видишь, какие люди у меня работают. Так я пошел. Былай. А пленочку я с утра пришлю. Будем ждать. Турбакумов. Что? Передайте им, что я подписал приказ. И расстреляйте его в семь утра. Все. И вот так каждый раз. Все приходится брать на себя. Законно-смертной казни нужен. Ох, как нужен. Чтобы открыто, гласно казнить преступников. Ну, так когда? Да, вы меня манили, манили там к Октябрьским, к Новому году. Ну. Месяц еще. Еще один месяц. Разрешите, Виктор Семенович? Это как? К первому февраля. Ну, это по-человеческий месяц? Или опять брешете? Нет, это точно. Вот. Ленинская годовщина, 21 января. И все получили бы сталинскую премию. Фома, я ведь голову оторву. К первому февраля. Ну, а если и не будет к первому, полковник? Ты взвесь. Врешь? Будет, товарищ министр. Обещаем. Ну, смотри. Я так и записал. За язык я вас не тянул. Прощу все. Обмана не прощу. Свободны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это вы первую десятку все поете, вторую не будете. Это вы мне говорите, Григорий Борисович? Вам, вам. Ладно, приму к сведениям. Спасибо. Галентуль, вы не могли бы немножко подобрать заднюю ногу? Леон Григорьевич, ну вы-то что тут делаете? Зачем вы ходите по вечерам? На кой черт тут нам ваша филология? А что вы, хороший инженер? Где ваша характеристика из бельгийской фирмы? Ну какая тут характеристика? Вы же знаете, я безумно люблю женщин. А для того, чтобы любить женщин, и при том все время разных, нужно много денег. А, соответственно, хорошо владеть своей профессией. Я не прав, Серафим Виталович? Прав. Вот, Левка, я вычислил наконец-то Валентулин голос. У него колокольчатый тон. А я так и запишу. Колокольчатый. Такой голос по любому телефону можно узнать. А все-таки мы порядочно продвинулись, Глеб. Скоро поймем, от чего зависит голос по телефону. Шутишь? Валентин Мартынович, ну это правда невозможно слушать сразу три приемника одновременно. Пожалуйста, выключите свой, вас же просят. Серафим Виталович, ну это чудовищно. Но раз можно допустить, чтобы нормальному здоровому человеку мог не нравиться ритмичный час. А? Тут нужно власть употребить. Лев Григорьевич, кто дал вам право? Инженер Прянщиков. Вы таки привезли с собой из Европы Атлантическую хартию. Ой, что за черт, а? Неужели в тюрьме нет человеку свободы? А где же она есть тогда, а? Душе. Григорьевич, вторая десятка, да? Вторая, вторая. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну как, Катенч? Мое изделие? Мне нравится. Это даже лучше предыдущего. Молодец. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего-чего-чего? Глеб. Да ну чего вам? Ну абсолютно лирическое настроение. Ну давай. Я тебе рассказывал про Милку. Какую? Ну, Милка, студентка и я закончила в сорок первом. Послали в наш отдел переводчица по разложению. Нет. Ну, так вот, ты помнишь? На северо-западном, если заловать ее, на новую свинуху в лес. Там много лесу. По какой бок реки? По этот. Помню. Так вот, в этом лесу мне с ней целый день бродили, бродили. Добродились до вечера, весь день она меня томила. К вечеру нашли пустой блиндажик. На полу хвоя наброс. Запах от древен дымовитый. Смолистра весна, март, запах хлебка, жизнь. Не она такая. Это же счастье. Что, все? Ну да. Да, действительно плохо выглядишь. Левочка, счастье, понятие счастья, это условность. Ты запиши. Счастье происходит от все части. То есть, этот час, это мгновение. Остановите мгновение. Ты прекрасно, что вы подумали. Ну, счастье происходит от со части. Читаешь, Владимир Даля? Ну, прочитай. Со части. То есть, кому какая часть? То есть, какая доля досталась к этой жизни? Кто какой пае рвало в жизни? Не знаю, не знаю. Вот мы с Милкой были счастливы. Ой, Лёд. Смешил меня всю жизнь. Вот такой, как сейчас, ты мне нравишься. А не когда ты лепишь свои эти ругательные политические руки. Да, я тебя хочу давно спросить, по поводу нашей артикуляции, так вот, знаешь, 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 когда я давно еще на воле читал мудрецов, да, которые думают о смысле жизни, что такое счастье, я думаю, ну, мудрецам по штату положено думать. Пусть думают. Счастье, это когда очень, 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 очень хорошо. Это общеизвестно. Лёва, о благословенной тюрьме я стал задумываться. При чем здесь тюрьма-то? Не поймешь. Без примера. Хочешь, чтобы понять природу счастья, мы сначала разберем природу сытости. Ну, давай, смотри. Ну, вот, давай сначала вспомним Лубянку и контрразведку. Леденькую, полуводяную, без единой звездочки, жира к кашицу. Ты ее разве ешь? Ты ее разве кушаешь? Ты ее и причащаешься. Ты к ней со священным трепетом приобщаешься. Ты ее ешь вот так вот, с кончика ложки, весь уходя в процесс еды, и содрогаешься от такой сладости, которая в тебе открывается. И питаешься так, по сути, ничем. Ты живешь шесть месяцев и двенадцать живешь. Левочка, ради этого сравниться с пожиранием каких-нибудь обивных котлет. Нет, так и счастье. Оно вовсе не зависит от объема общих благ, внешних каких-то благ, которые ты урвал у жизни. А знаешь, как в даосской этике сказано, кто умеет довольствоваться счастьем, тот всегда будет доволен. Правильно. Мы с Милкой были довольны, даже очень. С какой Милкой? Ну, на северо-западном блиндаже. Ну, я тебе рассказывал сейчас. Да ну. Ну, ладно, ну что там вот великие книги, ветки говорят по этому поводу. Да никакие философы веданты. А хочешь, я тебе лично скажу. Я арестант пятого года упряжки. Я скажу, что люди сами не понимают, к чему надо стремиться. Вот они так и умирают, и ты умрешь, не поздрав такого душевного. Душевного богатства. Да ты же дитя. Ты свой личный опыт предпочитаешь опыту всего человечества. Ну как? Из-за того, что мы лично потерпели крушение. Ну как может мужчина хоть сколько-нибудь перемениться в своих убеждениях? Какой-то прям твердый лоб. Ты подумай. Ты торжествует все твоего чертова коммунизма. Ты прям насилуешь, тянешь себя в вере. Ты сам ведь-то не веруешь. Да это не вера. А что? Научное знание, это обалдон. Кто обалдон? Ты обалдон. Это же, ну как? Как исторический материализм может перестать быть истиной, но из-за того, что мы с тобой в тюрьме? Да пойми ты, Лёва, ну что это учение, это абсолютный пафос. Это звон моей юности. Это так. Понимаешь, а с тех пор, как меня били в тюремных спорах, били, били, то я понимаю, что скептицизм для меня, это просто какой-то сарай. Вот взять и переждать не покой. Ну правильно. Из тебя порядочная скептика никогда не получится. Почему? Потому что. Ну почему? Потому что скептику положено атораксия. Душевная невозмутимость. А ты по любому поводу кипятишься. Да, прав, прав, прав. Вот сейчас прав. Атораксия, атораксия. Да правильно, я все время призываю себя к душе, ну как это, к чему я себя? Парящие. Парящие мысли, да? Да правильно, я все время в себе воспитываю эту парящую мысль, а сам негодую, сам негодую. А мне в глотку готов вцепиться из-за того, что в Джисказганском лагере не хватает питьевой воды. Чего, Лёва? Тебя бы туда загнать, я бы посмотрел на тебя. Из нас, из всех ты один считаешь, что методы МГБ необходимы? Да. Да. Потому что я, я вижу. И я знаю, что гнило только по видимости. А корень здоровый, и надо спасать, а не рубить. Ну и дальше что? Что дальше? Дальше выбор, неизбежный выбор. Вот за какой лично ты, ты лично, за какую из двух мировых сил, а? Лёва, опомнись, ты говоришь не своим голосом, а ты так паханул угодно рассуждать. А ты послушай, потому что это не... Он величайший человек. Он и Наполеон Робеспьер нашей революции. И ты когда-нибудь поймешь это, потому что он видит. Он видит так далеко, так далеко. Так далеко, как мы с тобой не видим, да? Как видит он один. Заключённый Глеб Нержин, к начальнику института, инженер-полковнику Яковлеву. Проходите. Глеб Викенич, прошу вас, проходите. Присаживайтесь. Полчаса назад пришлось мне вспомнить о вас. И я подумал, а каким, собственно, ветром вас занесло в акустическую. Да, я очень ценю ваши заслуги в ней. Тем не менее, к результатам седьмой лаборатории вы могли бы отнестись с большим сочувствием. Да, к покойнику, как считают ваши лаборатории. Но к дорогому. Однако я хотел бы иметь от вашей деятельности несколько больший профит. Ну, какого чёрта вам заниматься этой попугайщиной? Как пройдут через помехи эти вот эти вот стыр, смыр? Глеб Викенич, вы живы. Математик. Универсант. Обернитесь. Поистину, в секте математиков завидный ритуал сдержанности. Математики мне всегда казались какими-то резинкрейцерами. Я всегда жалел, что не смог приобщиться к их таинствам. Да вы не стесняйтесь, пожмите друг другу руки. Я оставлю вас на полчаса. Попейте чаю, придайтесь дорогим воспоминаниям. Ну, я надеюсь, профессор Веренёв Пётр Трофимович информирует вас о задачах, которые ставит перед нами шестое правление. Здрасте. Пётр Трофимович, я бежал у вас в курсовую девять лет. Вся полоса фронтом Белоруссия, Польша, Восточная Пруссия, потом тюрьмы, пересылки, лагеря в морозах. Всё. А как вы, как вы? Садитесь, садитесь. Живок, эвакуация, вернулся, защитил докторскую. А как попали в это ведомство? Направили. Отказаться можно было, но здесь ставки двойные. Больше четверо детей. А из нашего выпуска кого убили, кого ранили, потом я зачистил кандидатскую. Вот. А как профессора, как Дмитрий Дмитриевич наш? Он во время бомбёжки был сильно контужен, еле живого увезли в Киргизию. А сын его доцент, помните? То есть помнишь? Напомню. Ну красавец, Степан. Степан, да. Да. Ушёл с немцами. Такое предательство. Спасибо. Ну а тебя за что? За образ мыслей. Знаете, в Японии есть такой закон. Человека можно осудить за образ невысказанных мыслей. Япония? Но ведь у нас такого закона нет. У нас там как раз и есть. Называется 58-10. Ну что? За встречу? Как был хулиганил, так и остался. За встречу. КОНЕЦ 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 ШАРАШКИ? МОНТАЖКИ. В общем, что нужно? Гарантировать сто процентов не расшифровку телефонных разговоров, углубить и систематизировать криптографическую работу здесь, перетрясти кое-какие формулы и методы. Для этого нужно много математиков. И я рад, что у нас здесь есть мой лучший студент. М? Будем работать. Петр Трофимович, а вы сапоги шить умеете? Как ты сказал? Я говорю, меня сапоги шить не научите? Я, прости, я не понял. В Крылупе вы живете, Петр Трофимович? Мне ведь закончу срок ехать в глухую тайгу на вечную ссылку. А я работать руками ничего не умею. Как проживу? А там медведи бурые. Там Леонардо Эллер функции. Еще три мезозойские эры никому не познадобятся. Что ты говоришь, Нежин? Ведь если дело удастся, работа состоится, тебя как криптографа досрочно освободят, снимут судимость, дадут квартиру в Москве. Их, Петр Трофимович, я вам поговорку скажу. Одного доброго хлопца, моего лагерного друга. Одна дьяка что за рыбу, что за рак. А дьяка, знаете, что по-украински? Благодарность. Вот, именно. Так что не жду я от них никакого прощения и рыбку ловить не буду. Ну, что, Глеб Викинч, решились? Воля ваша, Антон Николаевич, но я считаю свою задачу в акустической незаконченной. Это ваше окончательное решение? Да. Жаль. вы променяли пищу богов на чечевичную похлебку. Время покажет. Идите, Глеб Викинч. До свидания. До свидания. Глеб вырос, не прочтя ни единой книги Майнрида. Но уже 12 лет он развернул громадные известия, которыми мог бы укрыться с головой. И подробно читал стенографический отчет процесса инженеров-вредителей. И этому первому процессу мальчик сразу же не поверил. Глеб не знал, почему. Он не мог охватить этого рассудком. Но он явственно различал, что все это ложь, ложь. Он знал инженеров в знакомых семьях. И не мог представить себе этих людей, чтобы они не строили, а вредили. Невыимчивое чувство на отгадку исторической лжи, рано зародясь, развивалось в мальчике остро. Всю его молодость гремел немой набат. И неисторжимо укоренялось в нем решение узнать и понять, откопать и напомнить. И вечерами на бульвары родного города, где приличнее было бы вздыхать о девушках, Глеб ходил мечтать, как он когда-нибудь проникнет в самую большую и самую главную тюрьму страны. И там найдет следы умерших и ключ к разгадке. Провинциал. Он еще не знал тогда, что тюрьма эта называется большая Лубянка. И что если желание наше велико, оно обязательно исполнится. Глеб Викентьич, может быть, я сейчас не кстати? Я хотела бы прочесть для пробы следующую таблицу. Вы не могли бы послушать, проверить как математик? Конечно, пожалуйста. Что? Что было? Да, перепелочка, кажется, меня скоро отправят. За что? Можно было остаться. В 14 часов в день теория вероятности, теория ошибок. Мертвый мозг, сухая душа. Жить, чтобы только сохранить благополучие. Не могу. А что останется на размышлении? Все равно мы с тобой уже не будем вместе и перепелочка моя. что ты пишешь? Что? О чем ты думаешь, что ты прячешь? Скажу. Я пишу историю русской революции. Как именно, что происходило? Этого у нас еще никто не знает, понимаешь? Вот, это листики моей первой зрелности. Затем меня все равно не выпустят. Придется все шикать. Не надо шикать. Отдай мне. Я увезу отсюда. Сохраню, он спрячет. Да. Тебе на мех воротника низался он, сверкая, в розинке таял на щеках, дрожал недалеко на руках и на ресницах таял. Вечерний снег, вечерний снег. Откуда знаешь? Где на столе лежало. Ты что? Ты шпионишь за мной? Как ты мог? Что? Такое подумал. Мне просто было очень интересно узнать, что ты пишешь. Прости. Прости меня ради Бога. Я же люблю тебя. Я, клянусь, никому никогда ничего не скажу. я тебе верю. Прости. Я тебе верю. Я тебе верю. А где Серафима Витальевна? Она одна там? С ней отжима. Дир? Скоп? Чтоб. Серафима Витальевна, мне нужен двойной диод-триот. Двойной диод-триот? Да, есть, кажется, 6Г2. Сейчас таблица закончу гвен хорошо я подожду конечно спасибо а Я в эту синюю язву когда-нибудь сапогом запузырю, чтобы не раздражало. Валентуль, вы фраер. Вы б бродили бы еще до часа. Какой вам свет? Двенадцать. Ага, накурили. Фу, гадость. А-а-а. А-а-а. Чайник оставит. Когда же нам будет нормальный кипяток-то? Вообще, Эрлок, кончайте. Отбой был. Спать захочешь, уснешь. Да не то, что отбой. По-моему, уже гимн откуда-то слышно. Никакого чувства юмора. Пять минут сплошь дует гимн. Все кишки вылезают. Когда он кончится? Неужели нельзя ограничиться одной стропой? В Ледовитом океане есть такой остров, Мохоткино. А сам Мохоткин, летчик полярный, сидит за антисоветскую агитацию. Вот так. В смысле, Михалыч? Ну? Она мне на полу стелет, а сама рядом ложится. И баба такая сочная. Я вас прошу, о чем угодно, только не о бабах. При нашей мясной пище это просто социально опасный разговор. Михаил Кузьмич, что вы там все ворочаетесь? А что, поигрышу не могу? Можете. Только помните, что каждое ваше движение внизу отдается тут громадной амплитудой. Ты, Иван Никитич, еще лагерь миновал, а там вагонка четверная. Один повернется, троих качает. А еще кто-нибудь внизу тряпками завесится, бабу приведет и наяривает. Я же просил! Он опять за свое. 12 баллов качка. Ну ничего, спят люди. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, и ты влюблен. Григорий Борисович, а мотивчик-то в ревете. Ой, простите, наваждение какое-то. А, друзья, новость. Бабынина куда-то повезли. Как повезли? Не знаю. Лейтенант пришел, говорит, надеть. Что, наручники? Пальто, шапку. И с вещами? Без вещей. Наверное, к начальству большому. К Фоме? Фома бы сам приехал. Хватай выше. Чай остыл. Какая пошлость, а? Валентуля, вот вы ложечкой в стакан всегда стучите после отбоя. Как мне это надоело. Так, спокойно. Скажите, как вы мне предлагаете размешивать сахар? Беззвучно. Беззвучно. Происходят только космические катастрофы. Потому что в мировом пространстве звук не распространяется. Даже если бы у нас с вами сейчас за спиной взорвалась бы новая звезда, мы бы этого не услышали. О, Русь, у тебя сейчас одеяло упадет. Что ты его свесил-то? Русь, а ты вот знаешь, что наше солнце это новая звезда. И, соответственно, мы с вами, господа, обречены на гибель. Притом в очень скором времени. Я слышал про это, но не хочется верить. Я молодой и хочу жить. По сравнению со звездой, конечно. Вы не могли бы шутить с подветренной стороны? Прянчиков. Где вы? На месте. Быстро одевайтесь. С вещами? Без вещей. Быстрее, машина ждет. Что, воронок? Победа. А кто вызывает? Быстро одевайтесь. Валька, сказани там. Про свидание скажи. Что, гады, пятьдесят восьмой статье, свидание раз в год. Про все кроши, не стесняйся. Про письма скажи. Ну, господа, если что, не поминайте лихом любящий вас прянчиков. Главное, про кипяток не забудьте. Валентуля, про кипяток! Только учтите, мне нужна рубашка и галку. Все будет. А, псы, разбегались. Слушайте, а что тут вообще случилось? Такого никогда еще не было. Может война началась, расстреливать возят? Тьфу, на тебя дурак. Кто бы нас стал по одному возить? Когда война начнется, нас с копом перестреляют. Или чумой заразят через кашу, как немцы в концлагерях в сорок пятом. Давайте спать, братцы, завтра узнаем. Это вот так бывало в тридцать девятом сороковом. Бориса Сергеевича Стечкина вызовет к себе берег. А уж он с пустыми руками не вернялся. Или начальник тюрьмы переменит. Или прогулки увеличит. Стечкин терпеть не мог этой системы подкупа. Этих категорий питания. Когда академикам дают сметану и яйца. Профессорам по сорок грамм сливочного масла, а простым лошадкам по двадцать. Хороший человек был Борис Сергеевич. Царство ему небесное. Умер? Нет. Освободился. Лауреатом стал. Абрамсон, законно оттянувший уже одну десятку, теперь он был из немногих тут, кто уже отсидел и пересидел эти страшные полные десять лет. И знал, что это не миф, не бред трибунала, не анекдот до первой всеобщей амнистии, в которую всегда так верят новички. А это полные десять и пятнадцать изнурительных лет человеческой жизни. Виктор Семенович, инженеры Прянчиков и Побынин прибыли. Давай Прянчиков. Инженер Прянчиков, проходите. Виктор Семенович, music andmann. Виктор Семенович, представьтесь поkmale! Виктор Семенович, регулировка dimев his feeding источник. Добрый вечер. Добрый вечер. Это вы в теннис играете? Бывает. Простите. А призы ваши? Мои. Здорово. Ну вы что, действительно ведущий инженер группы? Присаживайтесь. Аппарат искусственной речи. Какого аппарата искусственной речи? Ну что за чушь? Простите, мы просто никто его так не называем. Это перевиновали в борьбе с низкопоклонством. Вакодер. Войскоудер. Ну то есть вы ведущий инженер? Вообще-то да. А что, не похож? Я прошу вас, как ведущего инженера, скажите мне только честно. Не бойтесь репрессий со стороны вашего непосредственного начальства. Хорошо. Попробую. Скажите, Вакодер когда будет готов? Только откровенно. Через месяц будет? Или может быть надо два месяца? Вы скажите, скажите, не бойтесь. Вакодер. Готов. Да что вы. Вы, видимо, просто не понимаете, что такое вакодер. Да ничего страшного. Я вам сейчас объясню. Я возьму листочку ножки и карандаш. А тут дело вот в чем. Человеческий голос составляется из многих гармоник. Так, так вот идея Вакодера и состоит в том, чтобы искусственно воссоздать человеческий голос. А, простите, поломался. Воссоздать путем суммирования, если не всех, то, по крайней мере, главных гармоник, каждая из которых впоследствии может быть передана отдельным датчиком импульсов. Так, ну, с системой декардовых прямолинейных координат вы знакомы? Ну, конечно, это каждый школьник. Ари де Фурье вы знаете? Подождите. Не знаете. Не беда. Я вам сейчас объясню. Да подождите. Когда будет готово? Что, простите? Я говорю, готово. Когда? Готово. Я никогда об этом не задумывался. Тут вот что интересно. Задача существенно упрощается, если мы идем на огрубление тембра голоса. Тогда число слагаемых... Вы мне скажите только одно. К какому числу? К числу какому? Ну, к первому марта, к первому апреля. Апрель. Ты что вы, апрель. Я думаю, без криптографов мы будем готовы, ну, месяца через три-четыре, может быть, пять, не меньше. Потом, что покажет шифрация, и после дешифрации импульсов, тут качество еще огрубится. И я думаю, не стоит загадывать. полгода, не меньше. Полгода? Да, полгода. Вы отвечаете за свои слова? Вполне. Да вы не расстраивайтесь. Я вам сейчас все объясню, и вы поймете, и согласитесь, что в интересах общего дела торопиться не стоит. Сейчас, сейчас. Ведите. Секунду. Так. Ну, да, я вам все здесь нарисовал, и формулы. Вы посмотрите на досуге. А, забыл про самое главное. Насчет кипятка. Мы приходим поздно, а кипятка нету, и чаю невозможно попить. Вы помогите. Хорошо, будет вам кипяток. Вот, спасибо. Спасибо. Второго давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА